Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и все больше и больше обсуждается вопрос по обновлению 10.7. Я решил тоже высказать свое мнение по данной теме, попытаюсь быть максимально лаконичным. И для начала давайте обсудим вопрос того, что в принципе будет меняться в обновлении 10.7 и чего нам в принципе ожидать в ближайшее время. Первое, чего не стоит ожидать, так это новые ветки. Никто не говорил о том, что новая ветка будет вводиться одновременно с обновлением 10.7. Да, безусловно, поступают новые танки на тестирование, но при этом всем нет конкретики по поводу того, какая конкретная ветка будет вводиться в игру. Мое предположение, что это будут легкие танки либо Японии, либо Германии по одному простому принципу исключения из всего имеющегося диапазона. Дело в том, что во всех остальных деревьях легкие танки есть, кроме Германии и Японии соответственно. Что же касается других типов техники, то каждое дерево наполнено по полной программе всем чем угодно и есть действительно где разгуляться. Кто-то говорит по поводу того, что будут тяжелые танки Германии, но поверьте, тяжей не будет однозначно. Поэтому я и предполагаю, что будут вводиться либо Японцы, либо Немцы. Я буду рад именно Немцам, потому что Немцам мне нравится больше, как техника в нашей игре. Но тут уже не суть важна. Смысл сводится к тому и суть сводится к тому, что никаких новых танков в виде новой ветки в обновлении 10.7 не будет. Поэтому не слушайте тех, кто рассказывает обратное. Что касается классных вещей. В ближайшее время, буквально неделя-две, должна произойти какая-то крутая движуха на основе коллаборации. С кем она будет пока неизвестна, но знаю, что можно будет поднять достаточное количество всякого рода халявы. Что меня лично очень сильно радует. Также стоит отметить, что сейчас разработчиками обсуждается с нами, в том числе и ютюберами, вопрос по каким-нибудь интересным движухам в виде ивентов на коллекционные, либо премиумные танки. И в ближайшее время, я думаю, что мы будем иметь возможность получить один, а может быть и несколько коллекционных танков, абсолютно бесплатно, выполняя всякого рода боевые задачи. Хотя, опять-таки, все, что обсуждается, не факт, что будет внедряться. Также, ребят, скорее всего, в ближайшее время состоится такое игровое событие, как поймай стримера. Мое предложение к разработчикам было следующим. Ребят, давайте сделаем так, чтобы каждый игрок, который попадает в бой, в котором присутствует стример, получал себе на счет какой-нибудь кусочек голдишки. Если мы говорим о команде победителей, то кусочек голдишки для них, соответственно, больше. И отдельный приз тому игроку, который уничтожит стримера в бою. Я не знаю, поддержат ли во всем, скажем так, меня разработчики, но надеюсь, что само событие все-таки состоится, и мы, соответственно, будем иметь возможность немножечко голдишки получить. Ну, а я буду стараться находиться в игре как можно дольше, для того, чтобы вы имели больше шансов меня в этой игре встретить. Самое важное, то, что действительно будет вводиться в обновлении 10.7, это определенные балансные правки в проходную технику, а именно в ИСА-4. В ИСА-4 собираются вложить немножко ДПМа, и говорят, что вроде бы не кисло его в этом отношении апнут, но по сравнению с предыдущим апом ИСА-7, мне кажется, что это, в принципе, как мертвому припарки. Да, ап это всегда хорошо, но я не думаю, что ИСА-4 это прям действительно круто спасет. Хотя не знаю, может ему ДПМа поставить 4,5 тысячи, тогда действительно будет круто. Также ему добавят новое снаряжение, которое называется Форсаж, и он будет более бодро бегать по карте, периодически уходя опять в забвение. Ну и плюс это нововведение зацепит, в принципе, саму ветку ИСА-4. Ну и самое важное, что действительно будет вводиться в обновлении 10.7, так это вопрос в переведении премиумных машин в статус коллекционных. Очень много споров на данную тему ходит, но и, соответственно, я думаю, нам тоже есть о чем поговорить. Перед тем, как это сделаем, хочу попросить вас подписаться на мой канал. Уже 32 тысячи людей это сделали, поддержали мое начинание, спасибо им огромное. Почему они это сделали? Да потому что есть уже 1300 видео, из которых вы всегда можете выбрать себе, чтобы дано посмотреть. Ну и все это разложено в интуитивно понятных плейлистах. Также, ребят, не забывайте становиться спонсором канала. И для меня это существенная поддержка с вашей стороны, а для вас возможность поддержать меня в моем развитии. Спасибо вам большое за то, что помогаете мне. Итак, ребят, что касается премиумных машин и их переведения в статус коллекционных. Первое, что сказали разработчики, ну, в принципе, меня это порадовало, что они не собираются менять коэффициент фарма. То есть, как машины фармили раньше, точно так же они фармить будут и в будущем. И вот сколько вы зарабатывали на премиумном, там, я не знаю, М60-ом, столько же вы будете зарабатывать и на коллекционном. Многие сразу начали говорить по поводу того, что это, да, действительно круто, потому что я смогу попродавать эти машины и за голду себе что-то другое купить. И вот здесь, ребят, действительно есть обратная сторона медали. Помните о том, что вы будете продавать восьмерку за 3500 голды. Ну, допустим, тот же самый FCM 50 тонн. Но при этом всем вы будете покупать себе новую восьмерку 1000 эндок за минимум 5. Ну, потому что самая никчемная восьмерка, никому не нужная, стоит не менее 5000 золота. Ну, а если мы говорим о чем-то стоящем, то это уже тысяч 7,5, а порой даже 8 в голом состоянии. Поэтому, ребят, особо не обольшайтесь. Я не думаю, что вы сможете просто поменять, допустим, условный FCM 50 тонн на какую-нибудь условную химеру. Ну, а что касается всех остальных танков, то большинство из них навряд ли игроки захотят продавать. Потому что, в принципе, разработчики собираются перевести в статус коллекционных такие машины, как М60, Чифтейн, МК-6, КПЗ-70, К-91, АМХ-31 прототип и 121Б. Ну, да, может, некоторые тачки, конечно, и хотелось бы продать. Но, с другой стороны, большинство машин все-таки продаваться игроками навряд ли будут. Также стоит помнить о том, что бытует мнение, что разработчики это делают для того, чтобы иметь возможность официально данные машины менять по их техническим характеристикам. Ну, типа, премиумные машины нельзя трогать, а коллекционки разработчики имеют право менять, как хотят. Но давайте не будем забывать о том, что буквально недавно был релиз, в котором разработчики сказали о том, что будут улучшать точность КПЗ-70. При этом всем по факту ему изменили угол склонения орудия вниз. И напомню еще раз, на момент того релиза и на сегодняшний день КПЗ-70 это премиумная машина, которой поменяли технические характеристики. То есть, получается, разработчики, когда хотят, они все-таки поменяют технические характеристики даже премиумной машине. Поэтому, ребят, давайте не будем забегать наперед, посмотрим, к чему это дальше приведет. И вот, в конце концов, разработчики сказали, что поголовного переведения всех премиумных машин в состояние коллекционных не будет. Это они сказали абсолютно четко. Поживем-увидим. Вот такое вот мнение по поводу обновления 10.7. В любом случае, надеюсь, что с этого получится что-нибудь хорошее. Ну и мы с вами сможем классно повеселиться. И, глядишь, из ивентиков до игровых событий какой-нибудь халявки себе под насобирать. Спасибо вам большое за просмотр. Делитесь своим мнением в комментариях. Жду ваших лайков под данным видео. И обязательно жду вас на просмотре следующего видоса, который буду делать сейчас специально для вас. Мира вам, друзья мои. И обязательно спокойствия. Пока-пока.